Йо-вы-са, всем салют, чувачки, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Чеггер Аута, это прослушка. Замут в чём? Я уже до этого снимал прослушку с прошлой пятницы, но там было мало треков, типа, ну, не набралось на такую соляночку большую, длинную. И я подумал, ладно, подожду следующую пятницу, ещё к той добавлю эти стреки, которые сегодня прослушиваю, но в итоге я просто удалил аудио, то есть то, что записывал голос на микрофон, случайно удалил, то есть перезаписал, и в итоге видос у меня остался без звука. Вот, но там, по сути, я слушал, ну, мне, я послушал Доуза, Моргенштерна, Курта, вот Курт Кали, это единственный нормальный трек, который прям зашёл. Доуза тоже классный был бит и сам трек, Моргенштейн, Ясенпень, там чё-то шляпа какая-то с Янгтрапой, Инда Блэк я тоже там послушал и сказал чё-то. Ну, короче, по сути, не страшно то, что это в итоге просто пропало. Вот, это пятница подарила кучу новых релизов, я всё так и не добрался до альбома касты, тут уже делюкс-версия вышла, надо всё это, короче, прослушать, с ума сойти. Альбом обладает, вышел тоже, чё-то как-то откладываю его, но всё будет, просто, чуваки, терпение, я вообще зашиваюсь что-то с этими сериалами. По 45 минут сохраняется где-то 3 часа, это всё у меня, плюс долго заливается, сейчас ещё новая, начал жаловаться, сейчас ещё новая система, какое-то добавление видосов, проверки какие-то, если проверку не проходит, ну, долго надо ждать, пока проверится, а если не прошло, то чё получается, заново, типа, пересохранять всё. Ну, короче, вообще, меня это не очень радует, и вот именно в четверг я снимаю где-то 3 часа тупо просто смотрю сериалы, ночью уже начинаю монтировать, и до следующего дня вот эти 3 сериала, допустим, или 2, я их как-то стараюсь выкладывать. Я снимпень, я музыку не слушаю, потому что всё в основном в четверг выходит, и я слушаю это всё, вот, всё ничего, пятница, вечер, я это сейчас всё послушаю, пойду прогуляюсь, потому что я уже всё с ума схожу. И потом приду, и завтра днём, наверное, я буду это монтировать. Мне ещё играть надо. Вот, ладно, всё, давайте слушать. Короче, интересные новиночки, и не будем тянуть сразу с Мияги и Энди Панда. Первый релиз, по-моему, в 21-м году. Красиво начинают. Я ожидал чё-то другое. Классные клавиши, пианино вообще супер. Вообще, такой другой здесь. Такая красивая мелодия. И такой лёгкий бит вообще. Такие нежные вообще в этом треке. Гитарка там красивая тоже уже. Классный трек вообще. Супер по продакшену. По тексту. Вроде всё спокойно, но как добавляет этот вокал, аж хочется прям качать. Да, привет! Окей, концовка классная. Мне зашло. Мне вкатило вообще. Крутой продакшен. Вообще, по музыке прям супер. Инструменты. Шик. Красота. Ласкает прям слух. Ласкает слух также исполнение. Вокал у ребят. Он здесь вообще, ну, как по мне. Не часто такое услышишь от них. Здесь они прям супер нежные, такие душевные, пушистые. Голоса. Вообще прям кайф. Мне кажется, в наушниках это самое то слушать. Вот, по тексту также у них всё со смысловой нагрузкой всегда было хорошо, поэтому тут тоже ничего не скажешь. Короче, всё по 5 баллов я поставлю. Чуть за оценки такие тут. Просто я имею в виду то, что трек вообще очень-очень-очень вкатил. Классно. Печально то, что Мияги засветился на делюкс-издании. Интересно было услышать кастус Мияги, но что-то как-то, не знаю, не получилось. Идём дальше. Салуки 104-й готовят альбом. И вот у нас первый сингл. Лавэ. Я мельком видел, типа, писали комментарии, там они в сторис у себя репостили, ну, у себя репостили. Типа, и люди писали, воу, что за пушка, давайте заценим. Ну, чувак, буду в машине, ой, у тебя в волосах, взгляни как сидит. Я так и не стал богатым, не смог дать, что тебе надо. С тобой сын депутата. Но только лишь бабу всё здесь за одному. Но только лишь бабу всё здесь за одному. Как я оказался в новой класс в твою плену. Как же тебя мне давно не хватало. Эй. Стой уж, ну, стой, всё ещё в темноте. О, скретчи ещё тут есть. Офигеть, вообще, продакшн супер. Ну, давай, удиви меня. Блин, шикарно вообще. Продакшн бит сам удивляет прям очень. Такой разный. По чуть-чуть, по чуть-чуть всего везде. Припев вообще качает. Ой, вообще, прям красота. Супер, супер. Вообще, классный первый сингл. Очень хочется услышать. Альбом. Два, по-моему, даже будет. Ну, один, типа, совместный. Может, один сольный. Короче, не знаю. Но очень круто. Я не какой-то обилик. Я вообще, может, и видел это имя. Чуть не припомню просто. Ну, тоже, в принципе, неплох был. Но мне было интересно здесь услышать только Салуки 104 и сам продакшн бит. Повторюсь, просто пушка. Очень круто. Удивлял прям вообще конкретно. Так, ладно. DJ Smash и Моргенштерн. Волна просто. Заценим. Этот трек разрывал когда-то. Прям вообще все клубы в стране. И можно сказать, что Моргенштерн прикоснулся к святому, к этому треку. Я надеюсь, он его не испортит. Ну, типа, я и не был фанатом, конечно, DJ Smash и того трека. Не гонял его. Но просто, как бы, понимая, что была очень достойная работа. Все, понятно. Спасибо. Хаски за Байкалом. Тоже недавно выпустил. За Байкалом лучше не светить хлебалом, говорят. Здесь навалом у кого с башкой провалы. Здесь не нужен ты и даром со своим репертуаром, говорят. Эй. Ты когда в желудке, что неведомый колодец. Как ты осушил сейчас все это не коробки, говорят. Правда матка, как всегда. За Байкалом лучше не светить хлебалом, говорят. Грустная, печальная. Правда. Грузит, грузит вообще. Заставляет задуматься. Прям заставляет задуматься. Очень крутой трек по смыслу. Андро. Еще один неожиданный фит. Ну, достаточно попсовый такой. Классный продакшн. Блин, прикольно все-таки. Как так вот, что у Андро фит с криптонитом? Звук сверчков еще забавный. Прикольно, круто, вообще. Андро. 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 Со скриптонитом. Вот это еще один пример. Ну, я говорил в прослушке с криптонитом, мол, удивительно было увидеть совместку с Федуком. Ну, типа представить раньше не мог. И когда увидел совместку Андро со скриптонитом, я вообще охренел. Потому что это, ну, по сути, молодой же исполнитель. И тут у него совместка, считай, со скриптой. Круто. Ну, видимо, Адилю нравится то, что он делает. Не знаю. Я, в принципе, особо не знаком с его творчеством. Только одну, по-моему, песню слышал, которая со всех утюгов играла. Ладно, вот еще трек, который я хотел давно послушать. «Поезд в огне». Мощно. На стол выбор стороны, городу нужен герой. И, возможно, это ты. Ведь обоню у нас внутри. Понимите руку тебе. Этот поезд в огне. Нам некуда больше бежать. Можешь спичка поджигай, если ты. И больше где-то не буду скорей, да, класс. За мной придут другие, верю, станет весь народ. Умажным белым, самая смело идет на все. Очень нравится то, что Леван добавляет оркестровые инструменты. Классно. Я понимаю то, что это саундтрек. Но все же это не в первый раз. Еще и хор тут. Все, мурашки, мурашки заработали. Классно. Тоже добавлю себя. Очень крутые синглы на этой неделе. То есть какие-то я пропустил. Но все же. Патрон. Салуки, лаве. Андроса, скрипи. Хаски за Байкалом. Леван, горозья, поезд в огне. Прямо еще топчики. Очень круто. Как вам? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.